Привет! Я продолжаю знакомить вас с новинками коммерческой техники, которая появилась на нашем рынке в этом году. И в эту экспедицию мы решили взять вот такой автомобильчик Renault Express. Он появился в середине 2021 года и пришел на смену Renault Docker, ну и фактически Renault Kangoo. Что это за автомобильчик, как он ездит, насколько он удобен для перевозки нашей коллекции. Сейчас все я вам подробно расскажу. Итак, перед нами Renault Express, который, как я уже сказал, пришел в этом году на рынок вместо Renault Docker. Этот автомобиль выпускается на новом заводе Renault в Марокко. И существует Renault Express в двух исполнениях. Грузовой фургон и пассажирская версия пятиместная, которую мы, собственно, и взяли на тест для того, чтобы привезти очередные наши находки. Автомобильчик комплектуется либо дизеновым двигателем 1.6, бывает также версия с ГБО, либо дизелем, как в нашем случае. Дизель здесь 1.5 объем, 95 лошадиных сил, 220 ньютон-метров крутящий момент. Сиденья, естественно, раскладываются. Я потом покажу, как. И сзади у него грузовой отсек 800 литров. Это вот в таком сложенном состоянии. Паяться на различную ширину. И вот такой огромнейший просто грузовой отсек здесь существует. И он обшит довольно таким качественным материалом. Есть такие важные петли. Как минимум 4 штуки, я вижу, для того, чтобы крепить тросы, укрепляющие ваш груз. Ну и довольно-таки вместительный этот грузовой отсек. Вот у него падается сиденье здесь. Вот. Но, к сожалению, складываются они только вот в таком положении. То есть больше их сложить не удастся. Поэтому фактически длина у него, конечно, здесь большая. Одна из самых больших в классе. Там 1190 мм перевозки, например, каких-то велосипедов он подойдет. Мопед сюда тоже влезет. Но для перевозки более габаритной мототехники он не подойдет. Кроме того, пассажирские места здесь снабжены еще вот такими столиками откидными. На этом автомобиле мы проехали почти 1200 км. Он у нас прошел по разным дорогам. Поэтому впечатления по большому счету о нем мы сформировали. И поэтому сейчас я с вами этими впечатлениями и поделюсь. Внутри самая, конечно, видимая деталь – это монитор, который достаточно много выводится сюда информации. Мы видим, что сюда можно продублировать смартфон, радиостанция. Можно слушать с флешки свою музыку, синхронизировать телефон. Навигации здесь штатные уже нет. То есть, навигация будет только с вашего смартфона. Но и чем еще подкупает этот автомобиль? Это довольно качественными материалами. То есть, да, пластик жесткий. Но он, конечно, приятный такой на ощупь. А руль здесь вообще обшит кожей. Единственный момент, который вот меня в дороге напрягал, это вот эти реношные подрулевые переключения звука радиостанций. То есть, его надо нащупывать. В принципе, можно к этому привыкнуть. Но и нет такой быстрой крутилочки, чтобы добавить или убавить звук. По шумоизоляции автомобильчик, я бы сказал, не самый тихий. Потому что сдвижные двери, к сожалению, начинают гудеть уже на скорости километров 60-80. Мы ощущаем звук в районе уха из-за того, что немножко все-таки задувает. Но так двигателя, в принципе, не особо слышно на ходу. Несмотря на то, что это дизель, он довольно хорошо шумоизолирован. И здесь дополнительное подкрытие. Видите, мы проезжаем такие участки легкого бездорожья. И не слышим никаких ударов подвески, никаких шумов. То есть, автомобиль очень энергоемкий по проезду бездорожья. Специалисты Рено, конечно, намного лучше подумали, чем в предыдущих автомобилях, которые мы тестировали. Куда можно спрятать смартфон. Вот, допустим, я хочу положить свой смартфон. Я могу его положить сюда. Притом, там отформированная такая площадка. Кроме того, я могу его положить вот сюда. То есть, здесь тоже есть площадка. Есть третья площадка. Подстаканники. Ну, по большому счету, место найдется. Значит, бардачок здесь объемом 48 литров. И туда довольно много чего вмещается. Документы можно спрятать сюда. И можно спрятать вот в эту полку сверху, которая, вот видите, большая. И там наверняка они потеряются на долгие годы. Но, одним словом, положить какие-то вещи здесь есть куда. Подстаканники здесь. Держатели для бутылок в дверях тоже есть. В принципе, сказать, что на ходу этот автомобиль не понравился. Ну, и теперь давайте проедемся по трассе, чтобы вы поняли, как он ведет себя на шоссе. Сразу скажу, что разгон до сотни у него 12,2 секунды. Это, в принципе, много. Хотя, с такой же динамикой когда-то разгонялись ВАЗ-2108. Это считалось очень быстро. Но в те времена уже давно прошли. Поэтому для автомобилей сейчас другие критерии. И для коммерческих автомобилей в том числе. Они должны быть на скорости. И его, в принципе, держат. То есть, он неплохо цепляется за дорогу. Но крены, конечно, это не спортивный автомобиль. Поэтому крены есть. Никуда от них не деться. К тормозам у меня особых претензий нет. Все четко прогнозируемо. И все понятно. И вот видите, мы набрали 90 км в час. И в салоне появился такой небольшой гул. То есть, это, во-первых, резонирует парки. Вот, и шум идет за рак. И кроме того, все-таки шумоизоляция. С крышных перей уже начинает желать лучше. Но я бы к этому не придирался, если бы я не ездил на других автомобилях подобного класса. Которые были более тихие. Наш Рено Экспресс укомплектован дизельным двигателем полтора литра. Мощностью 95 лошадиных сил. Вроде бы, как звучит, это не очень много. Но, тем не менее, динамики у него вполне достаточно. Для того, чтобы ехать с крейсельской скоростью 120-130 км в час. Максималка здесь 160, но ехать с такой скоростью не совсем комфортно. И еще есть такой нюанс, что на низких оборотах, меньше полутора тысяч, двигателю не хватает крутящего момента. Хотя крутящий момент здесь, в принципе, 220 ньютон-метров. Но нужно все время держать обороты в районе полутора тысяч оборотов в минуту. И тогда он едет с хорошей приемлемой динамикой. Расход топлива у нас получился на пробеге более тысячи километров, где-то 5,3 литра. Местами спокойно мы достигали 5,1, даже 5,0. В городе расход будет немножко выше, но все равно он будет менее 6 литров на 100 км в час. Так что по экономичности Рено Экспресс, в принципе, очень достойный автомобиль. Такой у нас получился небольшой обзор. Естественно, у вас есть вопрос, а сколько же стоит такой Рено Экспресс? Значит, самая начальная комплектация, комплектация Life, стартует с 16 тысяч чем-то долларов. Дизельная версия, тоже в комплектации Life, стартует с 17 500. Наш автомобиль в комплектации Intense, которая подразумевает довольно много уже дополнительного оборудования, включая камеру заднего вида, парктроники и так далее, обойдется в 19 500. И это, в принципе, одно из самых доступных предложений на рынке в такой исполнении. Уже, судя по первым месяцам продаж, Рено Экспресс наверняка станет хитом в своем классе, потому что ему удалось потеснить очень многих именитых конкурентов. Но напомню, что он дебютировал только в середине 2021 года, поэтому основная конвейерная жизнь у него еще впереди. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Как видите, стараюсь вам показывать и рассказывать о разных автомобилях, которые могут быть полезны для перевозки различных артефактов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...